Привет, Хабиб. Непростой у тебя был сюда путь, ведь столько времени ушло, чтобы устроить этот бой. И сейчас, когда он запланирован, что ты чувствуешь? Все прекрасно. Наконец-то я дерусь за пояс, и я заберу его. Я собираюсь размазать этого парня, уничтожить его, забрать пояс и осуществить свою мечту, стать чемпионом UFC в легком весе. Ну, и на 2017 год у меня в планах стать бойцом года. Неплохо. Что ты вообще обо всем этом думал? Ведь бой вообще мог не состояться. Вся эта грызня из-за денег, а время шло. Каково было твое состояние? Ты был расстроен, чтобы я не складывался? Да все нормально. У меня с UFC проблем нет. Не знаю, может быть, у них есть со мной проблемы. У меня с UFC нормальные отношения. Когда была вся эта шумиха, я говорил с Даной, и сказал ему, я заслуживаю этот бой, дай мне его. И сейчас все нормально, я дерусь за пояс, и рад этому. У меня сильный противник, но это то, что я люблю, то, что мне надо. Драться с Тони. Я уничтожу его. Ну, а после того, как я уничтожу и Коннора, и UFC, наверное, захочет реварш с Коннором, я откажу им. Пускай остает в очередь и дерется с кем-либо еще, потому что я хочу защищать пояс. То есть драться с претендентом, который это заслужил. Не так, как это сделал Коннор. Вообще, это очень интригующая ситуация. Побить Фергюсона, побить Коннора, и когда UFC захочет реванш, сказать им, до свидания, ребята. Вы этого не заслуживаете. Ну и, как я уже сказал, драться с претендентом, который это заслужил. То есть, ты думаешь, Коннор не заслужил бой за титул? Он дрался с Нейтом Диасом. Нейт Диас, кажется, номер 10 или даже 15 в рейтингах. Все бойцы из топа побили его. Коннор сначала ему проиграл. Второй бой был очень близким. После того, как он побил Эдди Альвареса, у него рекорд в этом весит 3-3 или 3-2. Хотя он никогда не встречался с топовыми бойцами легкого веса. Я считаю, что если ты не дрался с Тони, со мной, с Барбозой, с Майклом Кизой, то есть с топовыми бойцами дивизиона, то какой там титульник? Ну и, тем не менее, сейчас он чемпион, и ему придется в следующем бою драться или со мной, или с Тони. Как еще? Многие думают, что он поднимется в полусредний вес, чтобы сделать еще один супербой. Ну или все сейчас говорят про этот поединок по боксу. Как ты думаешь, он попытается избежать боя с тобой, потому что, как многие считают, ты для него самый неудобный соперник. Не знаю, что у него там с боксом, да и с полусредним весом тоже. В общем-то, я не думаю о нем. Я думаю о реальной возможности завоевать пояс. Мне наплевать на него. Все только и хотят боя с ним, чтобы сделать денег. Но для меня это не цель. Я пришел в UFC, чтобы сражаться с лучшими бойцами, выиграть пояс и стать неоспоримым и непобежденным чемпионом. Вот моя цель. А большинство людей хотят боя с ним из-за денег. Но со мной он денег не заработает. Так что... Тебе предстоит бой с Тони Фергюсон. Ты говорил, что он топовый претендент. Но потом ты обошел его. Что ты думаешь о нем, как о бойце? Ничего против него не имею. Может быть, у него есть что-то против меня. Но я чувствую себя спокойно и уверенно. Но когда клетка закроется, я его уничтожу. Я заставлю его летать, измотаю его. Хочу, чтобы он почувствовал мою мощь, мой прессинг. Но и побить его. Вот что я хочу. Хочу разбить ему лицо. Я ведь этим всю жизнь занимаюсь. Я выступал в UFC, я выступал и до UFC, в России. И всегда дрался с топовыми противниками. Поэтому, когда клетка закроется, ничего личного. Я просто уничтожаю своих оппонентов. Ты сказал, что Конор тебя не волнует. И для тебя главное драться за пояс. Но ты дерешься за временный пояс. А по факту чемпион сейчас Конор. Тебя это волнует? Или ты считаешь, что все это для того, чтобы продать бой? Не знаю. Может быть, UFC хотят, чтобы, например, я стал временным чемпионом, а он действительно чемпион. И потом сделать бой чемпионом против чемпиона, как это было в бою с Жозе Альдо против Конор. Может быть, они хотят сделать бой как можно более громко, чтобы сделать денег, пей-пер-вью, устроить шоу. Не знаю. UFC спросили меня, хочешь драться за временный пояс? Я сказал, да. Вот и все. Ну и как я уже сказал, мне нужен только Тони. Тони, а не малыши вроде Жозе Альдо или еще кто-то. Мне нужны действительно топовые, элитные противники. Так что дайте мне Тони, потому что если я побью Жозе, да даже если я Даниэля Кармей побью, люди все равно будут говорить про Тони и Фергюса. Ты должен с ним встретиться, ты должен с ним встретиться. Поэтому я сказал, дайте Тони. Я прерву его победную серию, побью его. А дальше что? Больше нет сильных соперников. А тот бой с Жозе Альдо был реально возможен? Потому что они сказали, что когда предложили его тебе, Жозе уже подписал контракт? Нет, это невозможно. Зачем мне с ним драться? Конечно же я уничтожу его. Он маленький. Но если у меня есть Тони, если у меня есть Конно, зачем мне кто-то еще? Только время зря потрачу. Хотя если он хочет, я все равно могу с ним встретиться. Это уже совсем другое. Это бизнес. Я встречусь с Тони в временный пояс. И после этого уже не останется вопросов, кто лучший легковес. Как ты думаешь, у тебя будет бой в России в этом году? Сомневаюсь. Возможно, UFC придут в Россию к концу года. Но все-таки для Pay Per View Show Россия это не лучший вариант. Для Pay Per View Madison Square Garden, T-Mobile Arena. Ну а в России UFC может быть устроит UFC Fight Night. Но зачем мне драться на UFC Fight Night, и дедусь на Pay Per View? После боя в марте, когда ты снова сможешь выйти в октагон? Что? После этого боя, когда ты сможешь драться снова? Думаю, в августе. Может быть, в августе. Как ты думаешь, Конор подождет тебя до августа? Ведь он дрался еще в ноябре. И что? Все остальные столько его ждали. Почему он не может? Дело в том, что в июле Рамадан. Может быть, я смогу выступить до Рамадана, потому что он начинается 28 мая, заканчивается 28 июня. Я не могу драться. После Рамадана мне нужно два месяца подготовки. Короче, прежде всего, мне нужно разобраться с Тони. А после посмотрим, что будет. Но в июле я не могу выступать из-за Рамадана. Если ты выиграешь пояс, то люди захотят увидеть твой бой с Конором. Как ты думаешь, он примет этот бой? У него было несколько больших боев в прошлом. А этот, похоже, тоже может стать большим. Не знаю. Может быть. Я не настолько хорошо его знаю. Но если я стану временным чемпионом, то что ему остается? Подниматься в полусредний вес? Не думаю, что это хороший вариант для него. Ну или еще идти в бокс, чтобы драться с моим Везером. Мне кажется, все это просто разговоры и пиар. Думаю, он должен встретиться со мной. Что ему еще-то делать? Думаю, что согласится на бой. Недавно Дана предложил Флойду 25 миллионов. Ты все еще думаешь, что это какие-то игры на публику? Да, думаю, так и есть. Игры на публику. Мэйвезер и Конор пиарят друг друга. Дурят фанатов, дурят СМИ. Не думаю, что это реальные переговоры. Это трэш-ток экстра-класса. Вот что. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова